Сколько полос для движения имеет проезжая часть данной дороги? Согласно правилам, количество полос на проезжей части определяется знаками и разметкой, а при их отсутствии самим водителем. На данном рисунке разметка присутствует. Именно сплошная линия разметки делит проезжую часть на две полосы, по одной в каждую сторону. Так что правильный ответ – две полосы. А если вас смущают мотоциклисты, то необходимо отметить, что по правилам они могут двигаться по полосе в два ряда. Количество полос от этого больше не становится. Так что правильный ответ – две полосы. Эти знаки предупреждают вас. По пейзажу можно сказать, что мы движемся вне населенного пункта. Предупреждающие знаки за пределами города устанавливаются на расстоянии от 150 до 300 метров до опасности. А табличка под знаком опасные повороты указывает протяженность этих самых опасных поворотов. То есть получается, что знаки предупреждают нас о том, что на расстоянии от 150 до 300 метров за дорожным знаком начнется участок дороги с опасными поворотами протяженностью 500 метров. То есть правильный ответ – о том, что на расстоянии 150 до 300 метров за дорожным знаком начнется участок дороги протяженностью 500 метров с опасными поворотами. Какой из указанных знаков распространяет свое действие только на ту полосу, над которой он установлен? Очень простой вопрос. Табличка со стрелкой как раз и указывает полосу движения, на которую распространяется действие знака. Таким образом, знак А, ограничение максимальной скорости, распространяет свое действие только на ту полосу, над которой он установлен. То есть правильный ответ – только А. Вы буксируете неисправный автомобиль. По какой полосе вам можно продолжить движение в населенном пункте? Смотрим сразу на знак. На нем видно ограничение минимальной скорости по левой полосе не менее 60 км в час. Именно минимальной, поскольку максимальную скорость ограничивают запрещающие знаки, имеющие красную окантовку. Теперь вспоминаем, что максимально допустимая скорость при буксировке составляет 50 км в час. Значит мы не имеем права разгоняться до 60 и выше, что является необходимым условием движения по левой полосе. Соответственно продолжить движение при буксировке можно только по правой. Правильный ответ – только по правой. Что означает разметка в виде надписи стоп на проезжей части? Надпись стоп наносит на проезжую часть, чтобы заранее предупредить водителя о приближении к знаку «Движение без остановки запрещено» и стоп-линии, перед которой следует остановиться. То есть правильный ответ предупреждает о приближении к стоп-линии и знаку «Движение без остановки запрещено». Каким транспортным средством разрешено движение прямо? Поскольку речь о разрешении движения, то смотрим только на зеленые секции светофора. Для автобуса горит красный свет, поэтому ему движение в любом случае запрещено. Для легкового автомобиля горит зеленый, но стрелка на светофоре разрешает ему движение только налево. А вот грузовому автомобилю светофор не просто разрешает движение, а предписывает ему двигаться только прямо. Это и есть наш правильный вариант, то есть правильный ответ только грузовому автомобилю. Вы намерены продолжить движение по главной дороге. Обязаны ли вы при этом включить указатели правого поворота? Фактически мы выполняем поворот направо в направлении движения главной дороги. О любых маневрах, в том числе поворотах, необходимо заранее предупреждать сигналами указателей поворота. Так что да, обязаны. Поэтому правильный ответ – обязаны. Кто должен уступить дорогу? Знак конец полосы говорит о том, что полоса заканчивается. Соответственно легковому автомобилю нужно перестроиться на соседнюю полосу, о чем он информирует указателям левого поворота. А при перестроении необходимо уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. Вот почему водитель легкового автомобиля должен уступить дорогу грузовому. Правильный ответ – водитель легкового автомобиля. Вам можно выполнить разворот. Если расположенные слева трамвайные пути находятся на одном уровне с проезжей частью, то разворот следует выполнять именно с них. Так что по правилам выполнить разворот можно только по траектории B. А вот если бы висел знак движения по полосам, то выполняя его требования мы бы двигались уже по траектории A. Обратите внимание, что такой вариант вопроса в билетах тоже есть. Но в данном случае правильный ответ – только по траектории B. По какой полосе проезжей части разрешено движение в населенном пункте, если по техническим причинам транспортное средство не может развивать скорость более 40 км в час? Вообще не имеет значения, где и по какой траектории мы движемся. Будь то населенный пункт или нет, если транспортное средство по техническим причинам не может развивать скорость более 40 км в час, ему разряжается движение только по крайней правой полосе. Так что правильный ответ – только по крайней правой. Разрешено ли вам обогнать мотоцикл? Согласно правилам, обгон на перекрестках разрешен только при пересечении неравнозначных дорог при движении по главной дороге. Именно на такую ситуацию указывает наличие знака «главная дорога». Значит, нам разрешается обогнать мотоцикл на этом перекрестке. Правильный ответ – разрешено. Разрешается ли вам остановка для посадки пассажира в этом месте? На рисунке указано место остановки общественного транспорта, о чем свидетельствует соответствующий знак. Транспортным средствам разрешается останавливаться здесь только для посадки и высадки пассажиров. При этом нельзя создавать помехи движению маршрутных транспортных средств. То есть остановиться для посадки пассажира мы можем, при условии, что не будем создавать помех. То есть правильный ответ – разрешается, если при этом не будут созданы помехи для движения маршрутных транспортных средств. Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. А ваши действия? Наивысший приоритет здесь у автомобиля с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. Он может отклоняться от правил и в любом случае проедет первым, несмотря на запрещающий сигнал светофора с его стороны. Затем движение продолжим мы, поскольку грузовой автомобиль при повороте налево обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, то есть нам. В итоге получается, что мы должны уступить дорогу только автомобилю с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. Правильный ответ – уступить дорогу только автомобилю с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. Кому вы должны уступить дорогу при повороте направо? Ближайшему пешеходу необходимо уступить дорогу, потому что он переходит проезжую часть по нерегулируемому переходу и, соответственно, имеет преимущество в движении. А дальним пешеходам уступаем дорогу согласно правилу, обязывающему уступать дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую вы поворачиваете. Правильный ответ в этом вопросе – всем пешеходам. Как вам следует поступить при выполнении разворота? Вместе с легковым автомобилем мы находимся на главной дороге. Это подтверждается установленным дорожным знаком. Значит, грузовой автомобиль находится на второстепенной дороге, поэтому перекресток он проедет последним. А вот легковой автомобиль, наоборот, продолжит движение первым. Он имеет преимущество, поскольку, выполняя поворот или разворот, мы обязаны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся во встречном направлении. Таким образом, уступаем дорогу только легковому автомобилю. Правильный ответ – уступить дорогу только легковому автомобилю. Какие из перечисленных действий запрещены водителям механических транспортных средств в жилой зоне? Давайте рассуждать логически. Для сквозного движения жилые зоны не предназначены. Можно подъехать к месту проживания, но если все будут кататься туда-сюда, то это будет представлять опасность для пешеходов. Учебная езда в жилой зоне также представляет опасность для окружающих. Неизвестно, как поведет себя ученик за рулем. А что касается стоянки с работающим двигателем, то это угроза здоровью из-за выделяемых выхлопных газов. Суммируем вышесказанное и приходим к выводу, что все перечисленные действия в жилой зоне запрещены. Поэтому правильный ответ – все перечисленные действия. Какое расстояние должно быть обеспечено между буксирующим и буксируемым транспортными средствами при буксировке на жесткой сцепке? Жесткую сцепку используют для буксировки грузовых автомобилей и автобусов, потому что гибкие буксировочные тросы не рассчитаны на такую массу и могут оборваться. При этом суммарная длина такого автопоезда из одного большегруза, буксирующего другой, может быть весьма существенной. Если при этом еще и расстояние между самими транспортными средствами будет большим, то возникнут сложности с прохождением поворотов и разворотом. Вот почему расстояние при буксировке на жесткой сцепке имеет минимальное значение. Из предложенных ответов это не более 4 метров. То есть правильный ответ – не более 4 метров. В каком случае разрешается эксплуатация транспортного средства? В таких вопросах выбираем самый безобидный ответ. В данном случае это световые приборы с огнями оранжевого цвета. То, что цвет будет оранжевым, никак не влияет на безопасность движения. Поэтому в данном случае эксплуатация транспортного средства разрешается. То есть правильный ответ – на транспортном средстве спереди установлены световые приборы с огнями оранжевого цвета. Что следует предпринять водителю для предотвращения опасных последствий заноса автомобиля при резком повороте рулевого колеса на скользкой дороге? Поскольку в данной ситуации причиной заноса послужил резкий поворот рулевого колеса, то исправлять ситуацию мы будем именно им, только уже без резких движений. Нужно быстро, но плавно повернуть рулевое колесо в сторону заноса и не дожидаясь прекращения скольжения, опережающим воздействие на рулевое колесо, выровнять траекторию движения автомобиля. То есть правильный у нас первый ответ. Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при проведении сердечно-легочной реанимации? Здесь правильным является второй вариант ответа. При этом сам по себе вопрос достаточно труднозапоминаемый. Чтобы упростить ситуацию, я советую сокращать правильный вариант ответа до ключевой фразы. Лично я запоминал так. Одну руку накладываем, вторую сверху, пальцы в замок. Так и запоминать проще, и происходящее становится более понятным.